МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят» последняя в уходящем 2014 году. В студии Олеся Харлина главная тема сегодня. Задержан серийный уличный вор, которого за разборчивость уже окрестили брезгливым. Я просто выходил на улицу, смотрел женщину какую-нибудь, дергал сумку, убегал. Что пьяному развлечения, то трезвому ремонт. Полицейские всерьез занялись перевоспитанием некоторых личностей. Доброе утро, сделал. Сделал? Ну, наконец-то. Видеокамеры, кондиционер, система ГЛОНАСС, как развивалась история автозаков и в каких условиях конвайруют осужденных сегодня. На связи. Ну, так работает переговорное устройство. Здесь есть и переговорное устройство, отслеживает местонахождение автомобиля, показывает скорость, маршрут. Условный срок для многих преступников, как вызов родителей в школу, можно и дальше получать двойки и хулиганить, пока снова не призовут к ответу. В Ухоловский пункт полиции от местной жительницы поступило сообщение о странном оживлении в местной нотариальной конторе. Группа немедленного реагирования выехала на место и обнаружила двух молодых людей, явно не работников учреждения. Ну, вот как на месте Ухлова попались, там решили ограбить контору нотариально. Ну, и дальше что? Ну, дальше были задержаны сотрудники полиции. А что, вот в нотариальной конторе, что там вообще ходили? Там деньги были или что было? Шли за деньгами. Смотреть, что там было, не успели. А в прошлый раз, словно, что за день было? Условный срок. Условный сколько? Пять. Вскоре задержали еще двух подельников. Грабители уже признались в нескольких кражах. Похищены и изъято, а в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Еще одного вора задержали уже на территории московского района города Рязани. По словам мужчины, он брезговал чужими вещами, что абсолютно не мешало ему забирать кошельки из похищенных сумочек. Это остальные предметы дамского туалета и документы вызывали презрение. Ты просто выходил на улицу, смотрел женщину какую-нибудь, дергал сумку, убегал. Сколько у тебя так женщин было? Пять. Злоумышленника подозревают в целой серии ограблений. Работать он предпочитал по утрам, когда прохожие меньше всего ожидали подвоха. 20-летний молодой человек недавно переехал в Рязань из Рыбновского района. Следующие четыре дня рождения он может встретить за решеткой. Бросовые цены, богатый ассортимент, быстрая доставка. Перед новогодними затяжными застольями многие соблазняются на заманчивые условия, чтобы не стоять в очередях хотя бы за спиртным. Праздник закончится печально, если пренебречь качеством. Хочется посоветовать гражданам, которые сейчас закупают алкоголь для встречи новогодних праздников, чтобы покупали их в больших магазинах, а не где-нибудь с рук, в подворотнях или в каких-то сомнительных ларьках, особенно в ночное время. Помните, что здоровье прежде всего. Буквально на днях полицейскими был обнаружен очередной склад с поддельной алкогольной продукцией. На складе находилось свыше 100 ящиков различных спиртных напитков. Это и водка, и коньяк, шампанское. По данному факту сейчас проводится экспертиза и в ходе проверки виновные будут привлечены в соответствии с действующим законодательством. Другим темам. Семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима получил пенсионер из Сараевского района. Мужчина застрелил супругу, с которой прожил 43 года. Спустя почти полвека он решил прекратить ссоры кардинальным образом. В тот вечер оба выпили, потом поругались. Погибшая несколько раз ударила мужа тростью. Пенсионер взял в руки ружье. Выстрелил, но промахнулся. А вот вторая пуля оказалась роковой. Женщина погибла на месте. Прекурсоры и готовые наркотики. Такие наборы сегодня можно обнаружить дома у молодых людей. Полицейские вышли еще на двух рязанцев, которые специально закупали ингредиенты для изготовления спайсов. В домашней лаборатории безвредные пищевые продукты после обработки превращались в запрещенные токсичные смеси, которые потом сбывались в розницу. Причем сами химики предпочитали натурпродукт. Выращивали в контейнерах споры грибов с повышенной концентрацией наркотических веществ. Нехорошая квартира. Как часто можно услышать это словосочетание из уст местных жителей. Там вечно собираются пьяные гости, шумят по ночам и не хочется лишний раз встречаться с ними на лестничных клетках. В ходе операции улица полицейские как раз обращают внимание на хозяев таких квартир, ведущих о социальный образ жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что у тебя с дверью случилось? Да все, с петель сошла Вышибли Вышибли? А кто вышиб? Таня, в кольце Пока я в отпуске был Куда? К чему прикручивать? Все разбито А что убивал? Ну я не знаю Все разбито Прикручивали По сравнению с тем, что было неделю назад Все намного лучше Сейчас заработаешь, устроился куда, нет? Нет Пока не получается Ну паспорт нету, найти не могу А что я с паспортом? Не знаю, то ли потерял, то ли куда-то Вот лучше был Дом куда положил Найти не могу Обычно он не скал Ага Я сейчас найти не могу У тебя так народ Частенько сейчас собирается Разгоняешь всех? Да бывает Вот нам еще попроще Сперва чего Приходит Так а сутки не шумят? Нет, тихо Сотруднику полиции Мужчина говорит все Как на духу А ведь еще и недавно Слушать никого не хотел Перевоспитание на лицо Постепенно отвадил Пьющих знакомых Пытается устроиться на работу И даже сделал Небольшую уборку К приходу гостей Трезвому и ему Неприятно смотреть На выбитую дверь И косые взгляды соседей Как минимум В одном жилом доме Стало спокойнее Данные лица Нами выявляются На них составляются протоколы В соответствии С российским законодательством Их привлекают К административной ответственности Рейдовые мероприятия По профилактике И пресечению Нарушения правопорядка В общественных местах И в жилом секторе Будут продолжаться Правозащитники Много раз Обращали внимание Властей На условия Перевозки обвиняемых Будто подсудимых И заключенных Конвоируют В очень жестких условиях Возможно Речь идет Об отсутствии Возможности Сбежать Потому что Других изъянов Мы в Рязанском отделе По конвоированию Не нашли Вот они Те самые неприметные Фургоны Именуемые в народе Автозаками Только в американских Экшенах Такие машины Легко переворачиваются И расстаются С хитрыми замками В России Это выглядит Как анекдот Из другой планеты Все совсем по-другому Все как бы Очень Ну то сказка Просто сказка И между прочим У нас тюремные машины Появились гораздо Раньше чем в Европе Еще до революции Тюремное ведомство Решив упразднить Конную тягу Заказало два автомобиля Один за границей Другой заводу Общества Леснер В Санкт-Петербурге Немецкий автозак Неизвестной марки Был построен Уже после Первой мировой войны Причем немцы Взяли за основу Обычный пассажирский Автомобиль Окна которого Закрыли Глухими вставками С зарешоченными Окошками В верхней части Александр Солженицем В своих трудах Описал весьма Неудобные грузовики Которых трясло И было очень темно Воронки набивали До отказа И много лет Они были стальные и серые Но после войны Спохватились Стали красить их В радостные тона И писать сверху Хлеб Мясо А то и пейте Советское шампанское Чтобы не привлекать Внимание прохожих Стоит ли удивляться Что серийное Производство Специальных Транспортных автомобилей Было организовано Именно на зоне Колонии всегда Выпускали массу Полезных и нужных Стране вещей Начиная от пробочек Для аптечных пузырьков И заканчивая Светофорами Еще в начале Пятидесятых Партию автозаков Сделала рязанская колония Номер два Но вскоре Она переключилась На производство граблей А с 1972 года Единственным местом Производства Подобных спецмашин Стала колония Строгого режима Номер 14 Построенная уже После войны В поселке Под Нижним Новгородом Сегодняшние автозаки Отличаются от первых сородичей Как космический корабль От детской ракеты Да и водители Отбирают как космонавтов Даже по здоровью Их отбирают На ранг выше Чем обычный конвоир И помимо этого У нас водители Все должны быть С Д категорией Как минимум Так как перевозят людей Чувствуется ответственность За тех Кого везешь И мало ли что Может случиться На дороге У нас Порядка 11 Спецавтомобилей Время от времени Они обновляются Сейчас парк Практически весь Новые Самые старые Автомобили 2009 года Караул заступает По графику Он привязан К расписанию Спецвагонов Следующих По железным дорогам В Рязанском отделе По конвоированию Используются марки Автомобилей На базе КамАЗ и Валдай Усиленный арматурой Кузов Проломить невозможно На базе КамАЗа 4308 Мы его используем Для дальних колоний То есть в зимнее время Вездеходы Мы используем Для того Чтобы ездить Уже по дальним колониям Это очень удобный Автомобиль Валдай В плане того Что не все Учреждения Оборудованы Таким образом Что большие машины Заходили Внутри все Аскетично Но удобно Наш телеоператор Среднего роста Без проблем Работает стоя Имеется Две камеры По 5 человек И 5 одиночных камер Вот она Система вентиляции В том числе Она и выполняет Роль кондиционера В этом автозаке Помещается До 15 человек То есть Количество пассажиров Примерно как в маршрутке Только никто Не подпирает бока И не может выйти На любой остановке Здесь уже Объемы автобуса Можно конвоировать Порядка 30 осужденных Это большая камера Спецавтомобиля КамАЗ Рассчитана На вместимость Осужденных До 15 человек А на две камеры Отсек разделен Для того Чтобы в пути Пассажиры Не смогли Раскачать И перевернуть машину Это излюбленный прием У водителей Тоже есть оружие А конвою Помогает Специально обученная Овчарка И кинолог Сегодня в отделе 6 четвероногих помощников При охране Осужденных В колониях Там есть Такой вид собак Как караульные Собаки Или допустим Патрульно-розыскная При побеге Они там преследовать Должны следовую работу Здесь При конвоировании Для собаки Самое важное Быстро Среагировать И задержать Осужденного Именно на первом этапе Когда в 2005 году Один из осужденных Попытался сбежать Именно служебная собака Помешала преступнику Нырнуть под вагон Так что если и возникают Проблемы с перевозкой То они как правило Житейские Узкие проезды И подрезающие лихачи На дороге Ну профессионализм То есть опыт Стаж вождения Должен быть Соответствующий Чтобы Выполнять Какие-то маневры Развороты В узких Коридорах Оборудована Система видеонаблюдения Вот он монитор В каждой камере В помещении караула стоит Помимо этого Сюда выведена Курсовая видеокамера Для записи Ситуации на дороге То есть потом Есть возможность Подвести итоги службы Посмотреть Как часовые несли службы Система ГЛОНАС Здесь есть И переговорные устройства Отслеживает Местонахождение автомобиля Показывает скорость Маршрут Прохождение Это все записывается Постоянное наблюдение За тем Как Где Находится Автомобиль Вот Есть рация Переговорные устройства С караулом Связи Ну так работает Переговорные устройства Для того Чтобы подать Тревогу Вот кнопка Тревога Кнопка На этом Бы и закончить Наш рассказ Но у него Есть продолжение Дело в том Что производство Автозаков Лишь верхушка Огромного айсберга Сегодня колонии Становятся Неотъемлемой частью Отечественного Автопрома За колючую проволоку Приходят новые Экономические отношения У зон Появляются Интернет-сайты Электронная почта Да и объявления Вроде Освоим Производство продукции Под ваш заказ Уже не редкость Так что Жаловаться грех И из тюрьмы Можно выйти с образованием Специальностью И желанием Стать добропорядочным Человеком Это были главные Криминальные темы Уходящей недели С наступающим В основном 2015 годом И пусть праздники Запомнятся Только хорошими событиями На сегодня все До встречи 1 января Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok